Инспекторы ГИБДД задержали иностранца за рулём грузовика. Полицейские заподозрили, что он ведёт автомобиль пьяным. Мужчина направлялся в Казахстан, но проходить медицинское освидетельствование. Отказался. Что он говорил полицейским в репортаже агентства чрезвычайных новостей? Конечно, без понятых как. Отказываетесь вам сейчас? Без понятых, да. Пишу, отказываетесь, да? Слово «понятые» ему даётся с трудом. Заплетается язык, но уверяет, сегодня он не пил. Потребляли ли вы сегодня, либо накануне? Сегодня нет, накануне. В таком состоянии он ехал за рулём КамАЗа с полуприцепом из Свердловской области. Вёз лес в Казахстан. У меня есть перегар? Вы понюхайте, пожалуйста. Так давайте этих понятых. От 36-летнего водителя грузовика, кстати, гражданина Казахстана, инспекторы ГАИ почувствовали запах перегара. Когда он понял, что в России ему придётся задержаться, решил договориться. Блин, вы такую фигню из мухи слона раздули, пацаны, завязываются. А потом и вовсе хотел выйти из патрульного авто. Можно я пойду? Нет, вам вопрос задали. Позже ему всё-таки пришлось пойти пешком. От управления его отстранили, а грузовик отправили на специализированную стоянку. Данный гражданин был отстранён от управления транспортным средством. Ему было предложено пройти в медицинское свидетельство за состояние опьянения. За нарушение гражданина Казахстана всё-таки будут судить в России. Ему грозит до двух лет лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей. А всю информацию челябинские полицейские передадут коллегам в соседнюю страну. И там он тоже вряд ли сможет сесть за роль. Продолжение следует...